Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо большое, что вы меня пригласили. У нас научно-практическая конференция, и моя часть будет преимущественно практической. Я думаю, что те, кто работает на НИВе остеогенных саркома Саркомьюинга, знают, что в нашем центре мы ведем два исследования, достаточно крупных, и мы стараемся сделать их мультицентровыми. В настоящее время у нас 21 регион принимает участие в исследовании. Это исследования Еврамос по остеосаркоме и Евроюинг по саркомьюинга. Но сегодня мы сосредоточимся на остеогенной саркоме, и я немножко расскажу, как так получилось. В 2012 году, когда открылся наш центр, мы все пришли туда работать, оказалось, что нам нужно как-то определяться с тактикой лечения остеогенной саркомы. Таких пациентов у нас стало поступать большое количество. И мы приняли во внимание международный опыт группы, прежде всего Евромос и европейско-американская группа по изучению остеогенной саркомы. Это исследование ведется давно, с начала 2000-х годов. Оно открыто. И, соответственно, мы вошли с ними в контакт. Мы не смогли на тот момент вступить в это исследование, потому что мы были молодым центром, который только открылся. Но в рамках этих взаимоотношений мы стали лечить пациентов, исходя из рекомендаций протокола Еврамос для остеосаркомы. Через какое-то время мы обратили внимание, что у нас есть некий хаос в лечении данных пациентов. Часто пациенты поступали предлеченные, поступали с неинформативными биопсиями, с проблемами постановки гистологического диагноза, с диссиминированными процессами. Причем это четвертая стадия, четвертая Б стадия, тяжелые пациенты. В связи с чем мы постепенно преобразовали данный протокол в наше исследование, в которое включили постепенно центры. В настоящее время мы, как правило, в рамках конференции общества детских онкологов-гематологов, в рамках других мероприятий онкологических, мы два раза в год отчитываемся по этому исследованию и предоставляем информацию о том, как это исследование идет. Снимаем базу данных, мы два раза в год, это весна и это апрель и ноябрь. На сегодняшний день из включенных в исследование, это именно включенные в исследование пациента, это 162 человека, в котором на вчерашний день были следующие показатели выживаемости. То есть на круг, на все стадии 67% это пятилетняя общая выживаемость и, соответственно, 52% это бессобытийная. Все эти результаты немножко меняются, когда мы делим пациентов на стадию первую и вторую. Пациентов первой стадии мы практически не видим, поэтому объединяем в одном данном анализе. Соответственно, пациенты второй, четвертой и четвертой стадии вынесены у нас отдельно, и там выживаемость бессобытийная значительно ниже и общая также ниже. Но сегодня мне бы хотелось говорить не об этом, не о том, что мы ведем это исследование, мы отчитываемся по нему регулярно, но у нас возникают проблемы. Хотя у нас работают специалисты, мы находимся в контактах с другими центрами. И проблемы эти начинаются, я думаю, что это проблемы не только наши, они начинаются с самого начала поступления пациентов в центр или в регистрацию исследования. Первая проблема – это выбор протокола лечения. Мы все близимся к тому, что будем работать в рамках рекомендаций, которые сейчас формируются и создаются. Мы основываем наше лечение на международном протоколе Еврамос. В свою очередь есть рекомендации русской, есть рекомендации НИДОК, рекомендации, которые в сети рекомендации, насколько мне известно, они пока до конца не приняты. Препараты там примерно одни и те же, но в разный порядок их назначения. Опять же, в рекомендациях Российского общества онкологов-химиотерапевтов, например, рекомендовано использовать курсы ГЕМТАКС, ГЕМЗАРС, ТЕКСОТЕРАМ. Мы сейчас отошли от этого использования. То есть мы не всегда знаем, и у нас нет взаимодействия, которое бы позволило бы точно определить, что лучше. И каждый центр лечит примерно по одной схеме, но с определенными отклонениями, то есть в разные стороны. Опять же, вопрос, какое значение эти отклонения имеют. То есть можем мы проводить такие исследования, и готовы ли мы сотрудничать для проведения данных исследований и решать вопрос о стандартизации терапии. Вторая проблема – это использование в рамках этих протоколов высокодозного метатриксата. В стандартной схеме дается высокодозный метатриксат, как правило, раз в 7 дней или раз в 14 дней в дозе 12 грамм на метр квадратный. Мы попытались провести исследование, мы публиковали эти данные. Исследование по значению пиковых концентраций у пациентов с высокодозным метатриксатом на 4-й час от начала введения. Специальным образом обученный медицинский персонал проводил забор этого материала. Это отправлялось на анализ в лабораторию для того, чтобы понять, какая у нас пиковая концентрация. В данном нашем небольшом исследовании приняло участие всего было 81 пациент включен. И мы искали точки. В первую очередь, для чего мы искали эти точки? Существует очень много исследований, которые опубликованы. В одних написано, что значение концентрации метатриксата и вообще значение метатриксата для терапии данных пациентов, оно невелико, оно не является важным для степени терапевтического патоморфоза, для прогноза лечения данных пациентов. В других исследованиях, которые тоже опубликованы различными центрами, зарубежными центрами, в других исследованиях подчеркивается важное значение метатриксата и его концентрации пиковой у пациентов с остеогенной саркомой для дальнейшего прогноза течения заболевания. Мы искали некий котов, некое значение, по которому мы будем делить этих пациентов. Мы сначала остановились на цифре 900. И после проведения некого анализа, на тот момент мы проводили по бессобытийной выживаемости для локальных стадий, мы обнаружили, что есть некая достаточно большая статистически значимая разница, у пациентов с высокой концентрацией метатриксата на четвертый час исследования более 900. И у тех, у кого эта концентрация достигнута не была, то есть бессобытийная выживаемость 94% против 56%, мне кажется, это достаточно большая разница. По данным статистики, статистику у нас считает не один человек, у нас есть статистическая группа, то есть это люди, это информатики, математики, статистики, которые ведут подсчет, и мы получаем статистически значимые цифры. После чего мы подняли планку до 2000 пиковой концентрации, и здесь кривые общей выживаемости мы посчитали, они у нас достаточно сильно разошлись. Мы также посчитали общую выживаемость при метастатическом поражении легких, то есть при четвертой стадии. Это тяжелые пациенты. Пациентов, кто достиг такой концентрации, было мало, но все они живы, и все они жили без прогрессирования. Для того, чтобы провести вот этот анализ и сделать его значимым, потому что в данном случае у нас локальное исследование, где мало человек, мало пациентов и недостаточно данных. Здесь нужен мультифакторный анализ, здесь нужно включать большие объемы пациентов, которые у нас в центре, мы просто не можем себе позволить такое количество пациентов аккумулировать, и чтобы достаточно быстрые сроки этих пациентов набрать. И поэтому те данные, которые вот здесь представлены, я не знаю, я не могу сказать, какое значение они на самом деле имеют. Это может быть погрешностью, потому что исследование небольшое. Это может быть... Этого недостаточно. Но для того, чтобы включить еще пациентов, у которых можно было бы адекватно оценивать вот эту пиковую концентрацию, нам нужно взаимодействие с центрами, которые тоже в этом заинтересованы. В первую очередь с химиотерапевтами. Следующая проблема – это метастатическое поражение легких. Я думаю, что это одна из самых животрепещущих проблем в терапии пациентов с остеогенными саркомами. Мы очень часто делаем доклады по поводу... Наши хирурги делают доклады по поводу терапии пациентов, по поводу хирургического вмешательства у данных пациентов. К сожалению, остаются следующие проблемы. Первое. Когда мы видим очаги вот такого объема, у нас не возникает никаких вопросов. Как правило, мы идем на торакотомию. Когда мы говорим о том, кому мы должны проводить торакотомию, в первую очередь мы, наверное, подразумеваем следующих пациентов. Но в то же время есть много пациентов, у которых есть маленькие крошечные очаги, единичные очаги, саплевральные очаги размерами до 3 мм, в которые по решению консилиума мы идем на торакотомию, и при пальпации легкого в процессе торакотомии выявляется 26 очагов, 30 очагов, у кого-то еще больше, при том, что мы делаем до этого и КТ, исследование по этой сцентиграфии, но другими методами эти очаги не выявляются. Опять же, мы лечим в рамках протокола Еврамос, в котором есть следующее определение метастатической болезни легких. Метастатической болезнью легких достоверных считаются очаги, которые при КТ должно быть больше 3 очагов, более 5 мм, либо 1 очаг более 1 см. Все остальные очаги считаются возможными. И тут у нас возникает вопрос, делать нам торакотомию при этих возможных очагах или не делать. Когда мы идем на достаточно серьезное оперативное вмешательство у ребенка, особенно маленького ребенка или даже у подростка, когда идет речь о появлении единичных очагов, у единичных маленьких очагов, у пациентов, у которых уже была проведена торакотомия, каждый раз, не каждый раз, но очень часто это все определяется в рамках консилиума. То есть каких-то исследований крупных, опять же, мы не проводим. И обращаясь к тому же протоколу Еврамос, показания к оперативному удалению. Очаги должны быть удалены все, причем как те, которые являются видимой, доказанной метастатической болезнью, то есть более 5 мм 3 очага или более 1 см 1 человек, так и те, которые, возможно, являются этими очагами. Но в свою очередь мы в таком случае сталкиваемся с торакотомиями, когда мы производим атипичную резеркцию легкого и в доставленном материале не определяется ничего, кроме фиброза. Опять же, это не всегда просто объяснить родителям и не всегда просто объяснить себе. В связи с чем возникает вопрос, нет ли смысла создать регистр данных пациентов, ни у нас, ни у нас, но проводить исследования и анализировать совместно маленькие очаги и их результаты для того, чтобы формировать какие-то общие клинические рекомендации, какие-то общие провести исследования и в дальнейшем определиться уже, когда мы точно идем на торакотомию, когда мы не идем на нее и когда мы принимаем решения в индивидуальном порядке. Проблема номер 4 это пациенты 4-й Б стадии заболевания, в котором постоянно идет поиск возможных опций. В мае этого года в Праге проводилось закрытое совещание СИОП Европа, в котором и в том числе представители центров из Санкт-Петербурга принимали участие. И там были заседания два дня целых, посвященных остеосаркоме, то есть протоколу Еврамос. В общем и целом получается, что каких-то сверхновых идей для того, чтобы лечить пациентов 4-й Б стадии или с рецидивами заболевания их нет. Вопрос о том, насколько мы можем проводить исследования для таргетной и персонализированной терапии, для использования клеточной терапии. Или то, что сейчас обсуждается, но пока очень разная информация, это системная радионуклеидная терапия, в том числе и с радиом 223. И проблема пациентов с рецидивами заболеваний, то есть когда мы выявляем рецидивы, первый рецидив, второй рецидив, очень часто у нас возникает, если по поводу оперативного лечения, у нас почти никогда не возникает каких-то вопросов, мы всегда за достаточно агрессивную хирургическую тактику, особенно если мы можем это себе позволить со стороны пациента, это не принесет ему какого-то значимого вреда, то что касается терапии второй линии, существует набор блоков, которые опять же не доказано, не очень много системных исследований, которые бы доказывали преимущество того или иного курса химиотерапии, метрономной терапии, использование курсов ифосфамида, ивоскодозного ифосфамида, гемзара с токсотером, с рафиниб с эвиролимусом, и их преимущество и разницу их применения для пациентов с рецидивом заболевания. Также у нас очень часто возникает вопрос, особенно у пациентов после уже второго рецидива, когда мы видим, удаляя очередной очаг, что там нет терапевтического патоморфоза, возможно составление данных пациентов без химиотерапии. когда мы понимаем, что существующие методы химиотерапии не работают, и в то же время мы видим родителей, которые активно настаивают на продолжении какого-то дальнейшего лечения, в то же время как химиотерапевт мы очень часто хотим проводить какую-то химиотерапию дальше. Но вопрос о том, существуют ли случаи, когда мы абсолютно точно можем сказать, что мы останавливаемся и дальше идем исключительно на хирургию, тоже, на мой взгляд, не существует. В связи с тем, так как я являюсь сотрудником отделов прежде всего клинических исследований, внутренних клинических исследований, инвестигейтор инициированных клинических исследований, возникает вопрос, можем ли мы как-то решать данные вопросы, в том числе и с юридическими аспектами, то есть экспертной оценкой терапии специалистами других разных центров, общения друг с другом, оценка тех или иных случаев, совместные консилиумы, услышать друг друга или указывать на ошибки друг друга для того, чтобы мы могли выработать лучшую тактику для наших пациентов. Обсуждение и помощь с лечением пациентов, которые проходят лечение в региональных клиниках, то, что мы делаем в рамках данных протоколов, очень часто, когда мы берем, например, пациентов на биопсию, мы отправляем пациентов на химиотерапию в регионы, после этого мы забираем их на оперативное вмешательство, на эндопротезирование, биологическую реконструкцию, торракотомии, мы забираем этих пациентов к нам, потом отправляем обратно, потому что, к сожалению, в рамках одного центра нет возможности лечить всех пациентов, взять на полный курс терапии всех пациентов. И пациенты, достигшие 18 лет, это пациенты из группы молодых взрослых, которые в процессе своей терапии переходят из детских центров во взрослые. Насколько я понимаю, у НМИЦ имени Петрова такой проблемы особенно не существует, потому что есть связь с большим центром, со взрослыми онкологами, которые продолжают лечить данных пациентов. У нас эта проблема есть, и она стоит достаточно остро. В связи с тем опять же нам было бы очень интересно организовывать сотрудничество и совместное исследование с федеральными центрами, которые на взрослом этапе готовы работать с этими пациентами. В связи с чем хочется вопрос задать, не предложить, а просто задать вопрос вначале. Готовы ли мы к тому, чтобы создать какую-то рабочую группу? Мы готовы предоставить технические возможности для составления регистров и серверные возможности, и статистиков, программистов. И готовы ли мы делать совместные исследования для того, чтобы ответить на перечисленный вопрос. Спасибо за внимание. Хочу обратить внимание, что 24 октября у нас пройдет российский конгресс по инновационным технологиям в педиатрии, в рамках которого будет симпозиум посвящен одной проблеме, это метастазовость сарком в легкие со всех сторон. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею и за субтитры Алексею 양